И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда, ваш покажу слугам Амору, и это великолепная сборочка Minecraft StoneBlock 3. За кадром, как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские в какой-то степени изменения. Все эти изменения коснулись всех каталистов, которые мы с вами в данный момент можем делать и сейчас в данный момент производим. Сейчас наша комната с каталистами выглядит следующим образом, пока что немножко недооформлена, но самое главное практически ее часть, а именно то, что здесь у нас расположены вот такие вот ячейки с компрессорами, которые производят определенные виды каталистов, и индикация включения-выключения производимости этих каталистов отслеживается по вот таким вот блокам, которые размещены у нас над этими компрессорами. Допустим, здесь у нас производятся кластеры, я как только нажимаю включить, и лампочка загорается, и мы видим то, что все кластеры, которые мы в данный момент производим, успешно сюда помещаются и скомпрессовываются до сингулярности. И это также касается всего того, что здесь у нас производится. Не сказать, что это было сложно, настраивал я здесь при помощи экспортеров, и работают они только по редстоун сигналу, и в принципе достаточно получилось, по-моему, очень даже прилично. Единственное, есть несколько вещей, которые в данный момент производить достаточно затруднительно, есть даже вещи, которые мы в принципе не можем производить, например, желейные мишки, души мобов, которые в принципе у нас в данный момент не производятся, из-за того, что у нас отключены все фермы мобов на данный момент, но потом, я думаю, с этим можно будет что-то придумать и в случае чего запустить. А также у меня большие проблемы с компактными машинными рамками, которые производятся в очень маленьких масштабах, и с ними нужно будет дальше что-то придумывать, но пока я не знаю, что именно. За исключением того, что я немножечко здесь всё оптимизировал, я начал создавать также ещё один вид сингулярностей, нитрокатолические сингулярности. Запускаем, и нитрокристаллы сюда успешным образом пошли. Пошли они у нас сюда, благодаря тому, что я за кадром занимался автоматизацией их в глобальных масштабах. Так у меня вот в этой комнате появились вот такие вот странные и страшные механизмы. Допустим, вот этот вот механизм ничем по сути фигурально не отличается от этого механизма, только более компактный и также узкоспециализированный. Он сугубо из урана производит топливные ядерные стержни, которые я потом буду использовать в качестве получения энергии, поскольку я каюсь, и в данный момент я ничего пока толком с реактором на термоядерном топливе не придумал. Здесь у нас производится промежуточный ингредиент, блоки блейзинг-кристаллов, которые нам нужны для того, чтобы производить в автоматическом режиме нитрокристаллы. На данный момент это производство у нас остановлено сугубо потому, что у нас очень серьёзная проблема по энергии. Я пытался как-то это налазить, пытался здесь строить ещё один реактор, но я так подумал, этих реакторов нужно гигантское количество, чтобы энергия у нас не уходила. И так она хотя бы как-то может потихонечку худо-бедо докопиться. И потом, может быть, я постарую кучу просто этих реакторов, поскольку впитаться им в принципе да и нечем. За кадром я также пытался полониум, который мы здесь производим, немножечко автоматизировать, и благодаря чему я могу с успешностью его здесь запихнуть, и он начнёт у нас производиться. Сразу он у нас слишком здесь перешёл, и немножечко сингулярности мы получили, и в принципе такого количества на какое-то время хватит. Хорошо, что они очень дешёвые. Нам здесь предстоит ещё кучу всего интересного сделать. Можно было бы пойти сейчас с вами вместе по сингулярностям. Есть несколько типов, которые мы могли бы сделать с очень даже простотой, и в принципе можно этим заняться. Например, баллоневые сингулярности тоже достаточно легко получаются. Вроде как они делаются из вот таких вот шариков, которые в свою очередь делаются по большей части только из индустриальной конопли. Что в принципе очень даже легко сделать. На самом деле нам потребуется кропс и индустриальная конопля. Пока что я, пожалуй, как-то вот так вот это всё буду размещать. Примерно, думаю, такого количества мне хватит пока что. И примерно как-то в таком масштабе начинается у нас выращивание. Надеюсь, так будет работать. Для точной проверки я запускаю здесь часики, и это всё должно было ускориться в разы. И да, мы здесь получаем коноплю, но что-то как-то в очень малых масштабах. Ну, я поставил ещё пару часиков, и вроде как процесс куда-беданно пошёл да побыстрее. Теперь каким-то образом я хочу все эти элементы здесь себе объединять. Если вдруг этого количества не будет хватать, я понаставлю здесь ещё себе драйверов с хоппер-батсайдпотами, и ничего страшного. Теперь я все их соединяю с контроллер-драйвером, и вроде как он должен быть подключён. И в случае чего отсюда коноплю мы сможем забирать. Дальше, получается, мне её нужно совмещать всего лишь с палочками, и это несложно. У меня даже есть способ, как это сделать вроде как более лучшим образом. Ставлю я пока что вот таким вот образом, чтобы отсюда предметы определённого типа, который мне нужен, а именно индустриальная конопля, переходили в станцию для крафта. И теперь мне нужно сделать так, чтобы у нас сюда подходили ещё и палочки. Для этого у меня есть компрессор-линк, которому успешно я могу воспользоваться. На него и сюда я ставлю себе транспортеры. Теперь мне нужны палочки. Делаю я здесь себе то, что я могу из этого компрессор-линка делать палочки. Теперь в этот транспортер, который будет входить в крафтер, я захожу. Обязательно, чтобы у меня в руке была сама палочка, я тыкаю сюда. И получается у нас создался пресет, который транспортер будет помещать в этот предмет. Также я делаю, что это белый список, то есть что нам необходимые предметы. И необходимое количество предметов, именно 64 штуки, в принципе, я думаю, достаточное количество для помещения. Также, наверное, я вот эту трубу заменю тоже на транспортер. С коноплёй, по-моему, это идеальный вариант для этой штуки. Проделаю я то же самое. И вроде как пресеты должны были быть готовы. Теперь я делаю так, чтобы предметы будут помещаться именно сюда. И здесь также я кликаю правой кнопкой мыши. Явно что-то идёт не так. Я где-то напортачил с фильтрами, видимо. И вот у нас всё готово сразу же, как только я исправил отплошность. То, что не тот транспортер, изначально я сделал фильтр. Теперь я здесь запоминаю необходимые нам предметы. И они сразу сюда будут помещаться. И здесь сразу они будут изготавливаться. Теперь я создаю здесь себе крафт в первой ячейке. Делаю то, что будет выходить из крафта, будет помещаться в этот же крафтер. В следующем рецепте я делаю так, чтобы у нас будут создаваться шарики. По идее всё готово, за исключением того, что нам нужны вудслейбы. Так, а с этим, наверное, будут какие-то сложности, я так понимаю. Изначально я этого не увидел. Трейтед вуд. Она создаётся, когда обычное дерево окутывается бакетом с криозотовым маслом. А криозотовое масло мы можем на пиролизёре получать. Сейчас попробуем это как-то автоматизировать. Так, пиролизёр давайте пока что здесь размещаем и будем разбираться. Он работает на энергии. И чтобы получать криозот в пиролизёре, мы должны сжигать уголь и будем получать всякий ненужный нам шлак. Всё готово, автоматизация этого процесса. Сейчас я немножечко это ускорю. Получается, это работает на нужном масштабе. И он, по идее, бесконечно будет производить криозотовое масло. Только не мешало бы, наверное, это всё сейчас ускорить немножечко хотя бы. Для повышения производительности. Ну, хотя бы так, ладно. И вот пошло криозотовое масло. Единственное, что я могу представить, с помощью вот такой вот схемы должны превращаться в планки. Надо проверить, будем ли мы в дозатор без проблем помещать этот криозот. И да, это успешно работает с помощью ультимативных труб. Останется лишь мне в депот помещать доски для получения всего наилучшего результата. Процесс уже полностью автоматизирован. Здесь подвёл я доски. Все трейтед вуды успешно попадают в крафтер. Здесь мы создаём рецепт для крафта, чтобы у нас скрафтились слейбы. Подводим сюда энергию. И получается, будем уже успешно забирать эти слейбы в рецепт для крафта. Останется только этот драйвер включить в систему. И сделать так, чтобы по аналогии эти слейбы могли помещаться в рецепт для крафта. В количестве 64 штуки. Уже я здесь себе поставил факела. И вроде это всё, то что нам необходимо для того, чтобы крафтить. Давайте сюда подведём энергию. И что-то явно идёт не по плану. Видимо, где-то я опять накосячил. Вот. Теперь у нас крафт успешно пошёл. Я напутал, что здесь процесс крафта должен быть на инт. И теперь у нас успешно здесь всё работает. Единственное, чего нам сейчас в данный момент не хватает, как я вижу, это сугубо вот этих вот слейтов. Но они как бы у нас вроде и есть. Почему-то да, они не идут. А, нет, они идут. Просто не хватает вот этим вот транспортерам скорости. Но это можно решить. У меня вроде как вот эти вот апгрейды есть. Я могу их сюда запихать. На всякий случай я не знаю, какой из них будет и должен работать. Поэтому запихаю в каждый. Ну и вот. Мы видим, как успешно наши воздушные шари начали крафтиться в невероятных объёмах. Останется лишь только запиховывать какой-нибудь драйвер для того, чтобы запиховывать их в МЕ-сеть. Процесс успешно идёт. Достаточно медленно, согласен. Тут ничего не попишешь. И сейчас в нехватку двух ресурсов уже всё упирается. Это в эти вуды, которые упираются в выработку криозота и наши вот эти вот конопляные ниточки. Но 800 штучек мы уже тем временем имеем. Попробую, конечно, я всю эту систему ускорить благодаря часам. И, на удивление, это работает. Часы способствуют выработке криозотового масла. В результате чего я смотрю то, что у нас процесс гораздо-гораздо быстрее пошёл. И значит, останется только увеличить скорость роста конопли. Их можно здесь побольше понаставить. Но я думаю, это такие мелочи, с которыми разобраться будет несложно. И можно будет, если что, сделать за кадром. Пока как-то так, немножечко некрасиво. С одной стороны, я подвёл эти кабеля. Но главное, сейчас это функциональность, если что, красотой займёмся вне кадра. Сейчас я беру эти шарики, запиховываю вот сюда. Запиховываю вот сюда. И включаю. Получаю сингулярности шариков. Вроде как, должен получать. Но они крафтятся очень уж дорого. 720 на одну сингулярность, это дорого, я считаю. Но нам хотя бы сейчас одну получить. И сейчас давайте ещё парочку педесталов. Здесь можно разместить для ускорения процесса крафта. И вот, уже две сингулярности создались. Забираем ачивочку и забираем автоматизацию из шариков. Кстати, из уранита тоже есть сингулярность. А я почему не знал об этом? У нас уже давно готовость создания уранитовых слиточков. И мы можем без проблем запиховывать их в сингулярности. Давайте этим сейчас мы и займёмся. Процесс пошёл. И вот они уже с сингулярности из урана. Пожалуйста. Ещё одна изичайшая ачивка. Сейчас также я вижу то, что мы можем ещё автоматизировать, пожалуй, создание трейн-траков. Они делаются очень легко, и я думаю, с этим вообще проблем сейчас не возникнет. В принципе, этим можно сейчас и заняться. Даже в этой комнате не отходя далеко от кассы. Модом креет я занимался в последний раз очень давно. И уже совершенно всё позабыл. Допустим, это как-то у нас вот так вот всё безобразие будет и здесь идти. Мне нужно здесь всего лишь две руки и пресс. Мне потребуется здесь вот такая вот небольшая системка. Чтобы в руки поступали слитки. И всё это успешно готово. А сюда нужно помещать какие-то слейбы. Что до ужаса, в свою очередь, тоже легко. И вроде всё готово. Сюда сразу напрямую с помощью проводов подвожу полублоки. И останется лишь мне сюда предоставить крутящийся момент при помощи электрического мотора. Ну вот теперь вроде всё точно готово. Для того, чтобы начинать всю эту автоматизацию, останется лишь сюда вот подвести побольше количества вращательного момента. И всё готово. Процесс успешно идёт. Всё это настроено. Вращательный момент в виде передан. И создаются у нас таким образом пути для поезда. И из них мы должны сделать сингулярность. И всё, я уже настроил. У нас уже начали создаваться сингулярности из рельс поезда. И останусь, на самом деле, у нас сингулярности по факту вообще не о чёмные. В том числе сингулярности из блока эндериума. А почему я его до сих пор не сделал? Объясните мне, пожалуйста. У него же есть ЕМС, и значит я его могу без проблем создавать. Активирую. И вот они у нас пошли сингулярности. У них тоже до ужаса простой крафт, и их мы можем тоже создавать в гигантских количествах. Останется лишь те мелочи, которые я не знаю, как на данный момент производить. И что мне нужно сделать для того, чтобы они производились. На самом деле, они какие-то очень самороченные. В том числе и свиной слиток, для которого требуется кровь. А как получать кровь, я пока не знаю, вообще без понятия. Пока что я ничего лучше не придумываю, как получать эту самую кровь, кроме как с помощью мода Tinkers Construct. Я могу, получается, если я всё правильно понимаю, запиховывать сюда разного типа чего-нибудь и получать кровь. Единственное, что я сейчас нашёл, это голову зомби, откуда-то взятую у меня. У меня есть Compressed Link, и у этой головы есть EMC. И значит, я могу без проблем автоматизировать и начать, по крайней мере, автоматизировать всю эту систему с получением зомби-голов. Останется в эту систему подавать лишь лаву. Но пока что я что-то не особо представляю, как это можно сделать. Ну, как-то я вот так вот эту систему обошёл. И я вижу то, что она успешно работает. Здесь у меня стоит рука, которая запитывается от источника. В неё постоянно загружаются вёдра с лавой. Если, запустим, у нас кровь заканчивается в источнике, у нас эта рука кликает по нему ведром с лавой, и оно заполняется. А все использованные вёдра успешно переходят обратно в компрессор. Если это не гениально, то я уже не знаю, что гениально. Получается, останется мне здесь сделать так, чтобы это всё выливалось в тейбл. И, допустим, даже, наверное, лучше в несколько столов. Всё успешно пошло. Получается, просто сюда подвёл рычаг, у нас начали здесь копиться кровавые красные шарики. Останется лишь эти шарики куда-то в другое место приносить. И эту систему, оказывается, ещё и можно ускорить с помощью пьедестала красной материи. И я вижу, что успешно всё это работает. На моё удивление, шарики копятся. А что нам, собственно, ещё-то и нужно? Теперь я, пожалуй, хочу воспользоваться впервые за большое количество времени запутанными блоками. Для автоматизации всего этого процесса. То есть я беру раз предмет, его запиховываю в этот запутанный блок. И теперь всё то, что находится в этом драйвере, находится у меня в руке. Теперь же, допустим, ну где-то в этом месте, конечно же, где ещё, если у нас всему эта серия посвящена месту, будет размещаться этот драйвер. Дальше я должен, получается, где-то в смелтере, для начала его нужно создать, соответственно, создавать необходимый нам ресурс. Допустим, я делаю так, что 32 шарика будут успешно сюда помещаться, и они сюда помещаются. Дальше воспользуемся компрессент-блоком. Ещё один айтем-транспортер на него. Мне понадобится здесь всего лишь глина и айрон. Сюда такие же я паттерны создаю. По 64 штуки, это, в принципе, не принципиально. И сюда вот я, в эту ячеечку, заношу все эти предметы, и они успешно начали сюда заполняться. Делаю сюда банальный гейт. И пошёл процесс создания. Не забываем мы, конечно же, об апгрейдах, в первую очередь. Во вторую очередь я ставлю здесь часики для ускорения процесса, и процесс реально ускоряется. А также я здесь размещаю обычный такой драйвер, в который и будут помещаться все слитки. Как-то так это выглядит вся система. И останется лишь дело за малым. В эту систему интегрировать пигайроны. Но ещё-то я об этом не подумал, когда здесь размещал настолько маленькое пространство. Надо бы его расширять. И вот они начали создаваться, наши слитки. Пока что я это отключу за ненадобностью. Но, в принципе, мы будем с вами знать, что, в принципе, новый тип сингулярности мы с вами получили. Осталось лишь дело реально за малым. Останется всего лишь мод ботания на мано-слитки. Мод на то, чтобы получать source гемы. И ещё автоматизация вот этих аддонных процессоров в бесконечном масштабе. Я не думаю, что в этом есть какая-то сложность. Всё это у нас уже давным-давно готово. И с помощью различных модификаций, я думаю, это всё получится автоматизировать. И таким успешным образом у нас уже практически всё готово. Для того, чтобы сделать просто убер-супер-пупер-мега и офигенную систему. И, в принципе, такими маленькими шажками мы уже подходим очень близко к эндгейму. Где у нас уже будет практически всё. Ну и в таком случае, пожалуй, мы будем потихонечку на этом заканчивать. У микрофона было, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Ещё услышимся. Редактор субтитров А.Сёмкин